МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Комитет по защите прав потребителей Министерства национальной экономики опубликовал список запрещенных к возу и реализации в Казахстане продуктов. Весь ассортимент, указанный в документе и опубликованный на сайте комитета, не соответствует безопасности пищевой продукции технического регламента Таможенного союза. В списке есть и российские паштеты, и виноград из Перу, сыры, и другая молочная продукция пяти украинских производителей, мясо челябинских птиц, охлажденное мясо из Австралии и даже рижские шпроты. Поэтому для исключения случаев неприятных покупок и последствий употребления данных товаров, Комитет по защите прав потребителей просит казахстанцев ознакомиться с полным списком продукции, не соответствующей таможенным нормативам. Наиболее коррумпированными в Казахстане по итогам социологического исследования признаны полиция и учреждения образования и здравоохранения. Об этом пишет агентство Казинформ. Итоги социологического исследования, ситуация в борьбе с коррупцией и общественное восприятие данного явления были озвучены в ходе круглого стола. Председатель гражданского альянса города Астаны Эльдар Катенов пояснил, что согласно опросам наиболее коррумпированной признают полицию. 47% от общего количества респондентов, а также учреждения образования – 31% и здравоохранения – 29%. Так, наиболее часто граждане сталкиваются с фактами необходимости дачи взятки при получении водительских прав, прохождении техосмотра, нарушении правил дорожного движения, в высших учебных заведениях при сдаче экзамена в переводе из одного вуза в другой. При получении документов, как показал опрос, взятку требуют у 39% респондентов. Устанайский ветеран Гиревик установил мировой рекорд Гиннеса в третий раз, пишет Касправда. Очередной рекордный рывок 70-летний Александр Чабаный сделал на прошедшем в Могилёве чемпионате мира по гиревому спорту. Там казахстанец стал сильнейшим на планете в своей возрастной категории. Кроме установления рекорда, казахстанский атлет-ветеран выиграл и состоявшийся там же международный турнир в честь 70-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Подняться на пьедестал Гиревику удалось, обойдя 150 спортсменов из Венгрии, Литвы, Латвии, Украины, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России. Благодаря этим подвигам 70-летний атлет, которого язык не повернется назвать стариком, получил очередной сертификат от представителей лондонской штаб-квартиры Книги рекордов Гиннеса.